друзья приветствую вас на моем канале снова рубрика обшанские улицы сегодня поедем по улице марата короткевича и немножко по толстого сейчас деревня приднепровье это еще не улица марата сверху у нас трасса е-95 санкт-петербург-одесса откроется такой панорамный вид на днепр станет чтобы видно было вот видите он красавец днепр с левой стороны немножко стану немножко полноводный он стал осенью вот так не сравнить конечно какой он в Киеве там вообще дальше по течению так улица Жанна Поля Марата она примерно на километрах 3 будет может чуть больше идет параллельно улице Ленина в междуречье между Днепром и Аршицей слева у нас тут территория завода ПАК приборов активного контроля расшифровывать сейчас там никакие приборы наверное не делают я думаю это холдинг БелАЗа у нас тут все присоединяют принцип такой можете обратить внимание на белорусские дороги не такие уж они тут и идеально залатанные мифы белорусских дорог и сильно преувеличен и вот собственно начинается отсюда улица Марата у нее я как-то снимал седьмой автобус двигался я вот тут вот на конечной где-то и вышел практически вся она застроена частным сектором вот таким вот такая вот узенькая невзрачная с большим количеством люков вот тут справа у нас тоже дальше там вот если сейчас свернуть на улицу Селицкого то там будет район ремзавода и что называется Орша Агропром Маш в Беларуси у нас уже почти зима 19 ноября уже и снежок был и гололед сейчас немножко погода такая осетняя установилась вот мы упираемся в тюрьму колонию уж 15-8 раньше она называлась не знаю так или нет по левой стороне небольшой такой квартальчик из трехэтажных домов по левой же стороне у нас сеть СТО вот тут вот за гором вот такая направленность автомобильная а чуть дальше по этой же стороне и головной штаб нашего МЧС вот так написано 112.buy и как раз машина выехала тоже соответственно это и служба приходится тут люки объезжать вот эти вот многочисленные вот еще тоже еще один автосервис сейчас мы пересекаем улицу Белинского которая проходит вот они практически все эти улицы перпендикулярные они идут от Днепра до Аршицына многие и Белинского и следующее Чернышевского и Шевченко ситуация с коронавирусом нынче так скажу для истории тяжелая много людей болеют истинная статистика наверное все таки скрывается я думаю справа небольшой такой коттеджный коттеджи тут и начинается район Раница микрорайон застроен еще в семидесятые годы эти девяти пятиэтажные дома мы пересекли улицу Шевченко справа у нас рядовая арена осталась такой вот райончик в общем так интересный район и вот собственно тут заканчивается улица Марата она переходит в улицу Квороткевича бывшая улица космонавтов на которой в принципе большинство аршанцев и родилось в том числе и я в нашем роддоме который сейчас увидите на своих экранах вот он вот он наш городской родильный дом и тут же сейчас я камеру поверну дом в котором собственно и родился сам Владимир Короткевич наш известный писатель белорусский тут раньше был такой типа дом-музей но теперь просто табличка мемориальная вот он вот он вот он вот он вот он вот он вроде бы частный какое-то частное лицо выкупило его знаю что тут будет по правой стороне территория старого пивзавода вагнеров байвайбергов ну а слева швейная фабрика нить вот мы выезжаем на улице Ленина кстати говоря вот мемориальная табличка есть короткие еще и мы уже раз уже тут проедем чуть-чуть до почти до Оршицы до пролетарского кладбища по улице Толстого что-то закольцевать наш маршрут немножко перед вами центральный подштаб уже нулевой километр у нас находится извиняюсь что скрепит педаль тут как мне сказали замена этой втулки это очень такая лопатная владельца и поэтому пока его никак руки не доходят с левой стороны стройтрест наш номер восемнадцать основной тут отрядчик наших аршанских строек которые я тоже снимаю а справа школа номер шестнадцать как я знаю с заклоном к китайскому языку в последнее время тут проводится такая политика поэтому тут вот эти лежащие полицейские а школа так значит должны быть эти лежаки пересекаем улицу островского вниз пролетарскому кладбищу дорога уходит пролетарское кладбище я тоже снимал гулял по нему так что ссылка будет в описании и что у вас там напоминание об этом видео который жикотном дорогу перебежал ну и вот оно кладбище самое старое Орш наряду с еврейским кладбищем тоже как-нибудь я снимал его но хочу еще переснять спасибо кто был в этой поездке со мной подписывайтесь кому интересно тематика моего канала не болейте самое главное до новых встреч